Вон, Капперфилд, к примеру, или там ноги, они показывают какие-то фокусы, и кажутся людям, как это летает, как это он перемещается, вау, чудо, вау, а что это чудо, кого-то накормит, а кого-то спасет. Я вот этот, когда-то фильм смотрел, какой-то там, давно, про фокусника, и он такие влюблен, смотрите, а девочка стоит, инвалид, и подходит к нему, дядя, волшебник, вы такой волшебник, посмотрите мне с ногами, у меня ноги там, инвалид, ну, так далее, а он такой, стоите, девочка, извини, это фокусы, это иллюзия, я не волшебник, поэтому, друзья, вы должны понимать, что наше христианство, это не то, как ты иными языками там раскручиваешь кислород, запускаешь векер, нет, христианство, это когда ты являешь любовь Божьей, влюбляя Христа, это тоже надо, это, тут есть очень много вещей, это генерация твоего духа, это, это все правильно, но дальше должен быть выход, это когда ты разознался, и пошел исцелять, вот, пошел, я в пророческие евангелии, ты выходишь, извините, вам Бог хочет сказать вот эти вещи, извините, у вас проблема где-то там, 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 а Бог хочет, чтобы делать, а что, откуда вы узнали, да Бог сказал, я здесь, я практикую вещи, видите, вот мне, вот, например, трежет меня парикой, а я сижу и думаю, что-то там, кручу-то, говорит, потом, стоп, Иисус во мне, это женщина стрижет Иисуса, который во мне, а если бы это было буквально, она ему спрашивает, Иисуа, как вас посричь, прямыми, этим, височками или косыми, говорю, давай, бородочко отстань, а тут как пробочек, вот так, и она стрижет, и он такой, женщина, знаете, какой-то для этого, кого-то, женщина, и все, и пошло, и пробуждение начало, и я такой думаю, Бог, ну, наверное, есть что-то сказать, он говорит, конечно, есть, а что, а у нее болит плечо, а у нее проблемы дома, дочери, а у нее там то-то, и то-то, и сердце болит, и она думает, как то-то, и то-то, ага, спасибо, я она постригла, я ей дал денег, только сначала дал денег, а не до этого, дал денег, подблагодарил и говорит, какой вы замечательный мастер, вот так меня красиво постригли, слава Богу за вас, и такой, ой, а вот что, плечо болит, он говорит, откуда узнали, он говорит, да мне Бог сказал, как Бог сказал, так Бог сказал, то есть, болит же плечо, да, много лет, говорит, ну, Бог ей, и он говорит людям, и Бог любит людей, хочет помочь, а вот еще проблемы там-то, там-то она, откуда угнали, вот, да Бог сказал, ну, если Бог говорит, значит, хочет поменять, помочь, она, как, мне надо врачу идти, да не надо, он здесь уже врач, все, просто я положу руку, просто положи руку, Иисус, друг, спасибо тебе, за то, что ты к ней рядом, ты ее друг, и она такая, как вы это сделаете, да не я это сделал, это Иисус делал, и я вам честно скажу, она покаяла, я приняла Христа, и потом, я оказал, я не дал рекомендации, куда идти, что читаю, и я посеял Иисуса в ее сердце, я не стал ее заставлять, ты должна, как все, просто так, посеял Иисуса в сердце, я не с этого презентую, ну, как бы, общее общение, а Христа, а Бог покажет сердце, куда идти, может, право тварио, ну, хорошо, ну, и так, да, там, конечно, ограниченные качели, ну, я скажу, что, и даже и там люди спасаются, и слава Богу, потому что я честно скажу вам, ну, ведь мы, друзья, знаете, почему мы здесь, ну, находимся, в этом обществе, потому что Бог видит в нас воинов, Бог не видит нас в парафине, в странах войны, как говорят, в парафине, нет, Бог видит нас в воинов, своих детей, и Бог избрал нам поделиться своим наследом, Иисус избрал нас поделиться своим наследом, это великое привиление, и кто-то ходит, там просто иконки целует, и слава Богу, но не выйдет, ведь в итоге небеса, это важно, это только цель нашего христиана, и не важно, и как ты прошел, важно, куда ты идешь, но Бог избрал нам, это уж мы являли его царством для людей, аминь, это привилегие, и кто-то ходит, просто ограничивая тем, что он имеет, а Бог избрал нас, чтобы все царство Божие было дано нам, все богатства этого царства были раскрыты для нас, аминь. И поэтому, ну, я укажу, знаете, друзья, через некоторое время я просто на улице стоял, и молился, вон бабушка, скрюченный руку, вон, наш клиент, а скажу, бабушка, так и так, ну, мы говорим, призываем Иисусу, и у нее рука раз и раскрылась, а я смотрю, подходит женщина какая-то, с сумками, знаете, с овощками, от собачьими, подошла, и стоит, а я окно вонюшу, смотрю в край мае, ну, и стоит, ждет, я думаю, ну, наверное, так это тоже будет, а я покужил, потом поворачиваю, говорю, вы хотите что-то, ну, что-то угнать, бросить, или помолить, а она говорит, а вы меня не помните, а я, ну, честно, нет, я могу, а я паритмахер, вы видите, когда-то помолились, вы все, на меня так все решилось, а она говорит, ну да, хвабро, а что, что сейчас, она говорит, знаете, я только что в больнице, у меня такая неизлечимая болезнь ноги, она у меня болит и не прекращает, я говорю, очень не знаю, что мне делать, она не знает, что это такое, и я иду, говорит, по улице, и говорю, господи, господи, помоги мне, господи, пошли-то вы, чуваки, как они, как они его найти, я на телефоне, где его найти, иду, и так, Я говорю, да, и что у вас? А она говорит, Иисус, спасибо. Ну что, проверяйте. Пол секунды. Она говорит, аллилуйя. Ну как ты это делаешь? Нет, столько времени, врачи ничего не делали. Все еще не было. Мы потом поехали к ее дому. Мама нележачая начала ходить. И тут, а у нее вдруг все бабушки и соседки были там. И все покаяли, все исцелились, все признали Христа. Все в аллилуйя уже петь начали. Понимаете? Просто, ты просто реагируешь. Я скажу, везде. Я в самолетах часто езжу. Я когда сажусь еду, я понимаю, Бог. Это Иисус ездит. Вот однажды я лечу в Казахстан через Азербайджан. Вау. Сколько это? Лечу. И я, знаете, вот это три места я посетил. И думаю, ой, Господи, чего я не буду для кошка? Чего меня зажали? Мужик. И женщина такая, я сижу вот так вот, ну, буду Библию читать. Скорее, читаю. А потом думаю, может, в этом есть что-то. А если бы Иисус сидел, что бы он делал? Он бы посмотрел на лево и на право. И что бы он что-то сказал? Значит, у меня есть что сказать. Он же во мне. Я говорю, а кот, что мне сказать этим, что у них там? Может, болеть что-то там? Он говорит, да, у этого мужика колено очень сильно больное. А у этой женщины сердце и там бесы. И я такой, сижу, ага. И открыл Библию читаю дальше. И голод. Что ты делаешь? Читаю Библию, пою слово. Закрыл ее. Так это и есть. Для чего ты меня спрашиваешь? Для чего я тебе дам информацию? Я такой, ну, действительно. А я закрыл. Поворачиваю. Мужчина, извините. А вот случайно колено право не болит. А он такой, знаете, очки так поднял. И такой, с одеводжанским акцентом. Нет. Я закрыл. Точно? Он. Ну, вообще, хано больного. Робка начал хано болеть, не болеть. Я не могу понять, как это было шло. Я еле поднялся, надо потратить. Зашел, сел, выясел. И перестал болеть. А мне там операцию уже делать. О-о-о. И мы начинаем с ним общаться. И все, уже царствие божье начало работать. И я с ним начал общаться, разговаривать о Иисусе, о спасомнице, о проявлении силы. Он мне начал коже рассказывать каких-то там, в торце у каких-то, бабушек, дедушек там, там еще, ну, знаете, как люди там, свои истории. Потом он сказал, что он мусульманин. И я говорю, да, это поправимо. И, в общем, я начинаю за него молиться, и у него жар по колену. Он говорит, вау, у меня в колене что-то двигаться началось. Он такой распрямляет. Чувак, что у меня с коленом, у меня оно работает. Как это реально? А потом он говорит, а ты знаешь, у меня еще тут вырезали такой-то шрам. У меня вырезали какой-то орган, что-то такой-то. Я говорю, да ладно, это поправим. И все. Я просто в чужом самолете. И так поднял. Отец, спасибо. Дай ему это должно. И я говорю, сынок, он в твоей руке. Я говорю, спасибо. Бум! И я говорю, он вдруг вот это. Он вжал, он такой вжал, как кресло. Сидит, вот так трясет его. Что это? Все смотрят, люди, что происходит. Это женщина. А я говорю, сердце, молюсь за сердца, она вдруг освобождаться от бесов начинает. А это, с другой стороны, видно их молодые девушки. Они начинают там, это гипноз, это гипноз. А я говорю, давай проверим. Она говорит, давай. Говорю, ну что у тебя? Она говорит, у меня ухо не работает. Ну, хухое. Я говорю, хорошо, давай проверим. Гипноз это не гипноз. Я говорю, дай руку твою. Вот так знаете, как вот через эту женщину, через проход. Я руку держу. И ты такой, ты готов? Да, готов. Смотри на мой палец. Я говорю, шутка, ты понимаешь? Я говорю, ладно, я шепчу, ты понял? Да, 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 юмор понял. Говорю, хорошо. Иисус, коснись. Глухое ухо. И тут я чувствую, у меня руку, как она сжала. Я смотрю на нее, она такая, вот так вот от беда освобождает. Это юмор открывает. И вот эти все толпа принимают Иисуса. Матерь, мать. Просто в самолете. Просто лечу в самолете. Понимаете, друзья? Вот только из таких историй. И пускайся, мы там летели, этот, Астана, город. Пускайся, я последний выхожу, смотрю, передо мной мальчик на костылях. У него нога как-то вот так вывернута. И он вот так вот так, не знаю, что-то. Они все мусульмане. Знаете, в Казахстане могут депортироваться. Штраф поять и за христианство. Там запрет на евангелизацию на улице. Там родносят бумажки по городу. Если вы заметили, что вам кто-то проповедует на улице, сообщите на горячую риму. КНБ, это как КНБ, религиозное дело. Прелюбят, лахты покрутят и посадят в тюрьму. Ну, на первый раз заштрафуют, на второй раз очень не штрафуют, а на третий раз посадят. Это реально, с которой живут братья и сестры. В Казахстане. Как будто бы демократическая страна. Ну, конечно. Понимаете? Ну, слава Богу, за них. И все-таки они как-то там еще, ну, в церковь есть, они под наблюдением. Ну, все-таки им дают возможность. Ну, только вот так. Ну, в России немножко тоже так. Немножко. Немножко. Ну, так. Ну, можете больше. Тоже было. Я помню, как в Москве на квартиру полиция ворвалась. Я был в Москве. Мы собрались. Да. Недавно? Ну, это вот тут. А вот тут. А это было как раз в день выборов президента. А там все. Там была Москва на ушах. И вообще, я вам говорю, просто. С Украины. И я там начал там. Ну, у меня документы еще в Украине. И я такой, а то, а то, регистрация, а то, а то, а то. И ну, все вроде чисто. И антидит такой, нет, мы сейчас вот всех на участок. Что-то нам не нравится. А на каком основании? Ну, вот там начинают. Ну, денег еще хотели. Да. Ну, вот так вот. И я уже стою уже, господи, что-то надо делать. Ну, реально, господи. И вдруг одна женщина, сестра, она горячая, там, молодец. Ну, они с церкви Ивана Комарова и такой служитель. Да, и мы дружим там. И как бы Иван Комарова там своим людям говорит, ну, идите там. Он приедет, разрешил нам присутствовать. Ну, слава богу, хороший служитель. Ну, еще молодец. Я у него тоже много, очень много членов. И она выбегает и кричит. Отставьте его в покое. Этот человек помогает людям. Он молится за больных. И боление считает. А я говорю, тише. Ну, за религиозные деятельности, вот такой еще инотранцев, там, ну, она говорит, нет, она не видит меня. И начинает такие. А вы что, все кто? А что вы, религия у вас? А что-то, что-то, то-то. И начинает, и я уже такой, я уже думаю, иду в оба. И я говорю, да, мы верующие люди. И бог реалит. И бог совершает чудеса. И бог делает это, иду, и они уже стоят такие на меня, смотрят такой. И что вот? И говорит, им говорит мне, и что ты? Я, тот человек, ну, да, да, да. Он такой, и что ты мне скажешь, что у меня? Я говорю, да, скажу. Такой вабан. И я слышу, спина, какое-то подвано, протрузия, в сердце и там, кишечник или там, что-то там. И я говорю, вот это, то-то, 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 то-то. Он стоит такой, на своего напарника. Точно. И говорит, и что? Да ничего, сейчас это еще не. Как еще? Вот так. Иисус, спасибо тебе, спасибо, это, это еще, да, и то-то, то-то, то-то. И вдруг у него жаром кидает. Шаром, отец. И он такой, исчезает. Да, и он умер. И такой на меня смотрит, а я напарника говорю, а у тебя ноги болят, а у тебя что, болят? Он такой, нет. И он говорит. Да, все, короче, мы пошли. Там команди учетовый пришел, он говорит, ну, давай, 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 я учу, ты решай. Мы ушли, они пугали. Они упирались, вот это реально. И минута говорит, ну, короче, ладно, идите. Я вот то, а чертута, ну, не надо куда-нибудь. Татья, не надо. Ну, тогда, понимаете. Противницей. Там, там агенты, везде. Ну, я не знаю, так получилось. Ну, сатанал, в общем, они могут тебе помешать. И я просто вам говорю, как реально, ну, как Бог реально выводит из любых ситуаций. И вот, я рассказываю историю мальчиков. Я иду, вот, в Казахстане, это терминал, он, в Танар, а вы знаете, что в Казахстане там борьба, ну, терроризмом, экстремизмом. Ну, и аэропорты, это зона самого повышенного внимания. И там все, там, там полностью камеры, полиция, там, спецназ, что там, везде. И мы как раз ходим в терминалы, где встречаются. И я иду, у меня выбор такой, что мне делать. С одной стороны, если я, ну, то, что я правильно, мне правильно будет остановиться и помолиться, и привести ко Христу. Ну, чудо, чтобы было. Но я рисую, что меня могут задержать. Моя миссия, которую я лечу в другой город, провалится. Меня димпортируют и так вот. Больше я никогда не въеду туда. И, второму говоря, просто, ну, на расстоянии помолиться, сказать, Господи, благослови его, и так далее. Но зато он не услышит свидетельства. И я думаю, ну, что же делать? И потом иду в обманку верой. Господь со мной. Вот это и есть память, друзья. Это напоминание постоянно. Потому что, друзья, все это же простые вещи, мы забываем, будем рады. Наше сознание живет только то, к чему привыкло. Только то, что помнят. Понимаете? А то, что у нас рассеяно, знаете, как бы рассеяно, то мы не придаем этому значению, и мы этим не пользуемся. И поэтому, друзья, скажу вам, так бывает, к сожалению, во многих христиан, что мы в отношении Иисуса имеем рассеянное внимание. Мы только активизируемся, когда приходим в собрание, и то, знаете, как выполнить капот. Но я вам скажу, друзья, боготлужение не проходит по воскресеньям. Боготлужение идет на улице, по вселенной жизни. Вот где боготлужение. А там Бог тебе слушает. А ты не слушаешь там Богу. Это Бог там тебе слушает. И ты когда поешь ему, это Бог тебе слушает. Он тебе очищает твою душу и так далее. Но если ты вдруг где-то там подзабыл что-то, то о Богу слушение начинается, когда ты выходишь из церкви. Вот это начинает о Богу слушать. И мы часто поменяли понятия. И из-за этого наша христианство, оно хромает, оно слабое. Оно такое, как импотел. Вроде висит груша. Только только от того, что она висит. Ну, грубо говоря. Ну, так оно и. Понимаете? Поэтому, друзья, у нас должно все работать. Для чего-то мы даны вам дары Божии. Для чего-то нам дан Дух Святой. Не для того, чтобы бить Аллилуйя. Это можно и без Духа Святого делать. Но нам дан Дух Святой как сила. Вы примите силу. Конкретно сила, динамика, динамика, действие. Не просто придет там что-то там нашепчет, как Библию под ним. Нет. Динамик, сила, способ, проявление, сила, сверхъестественная. Для того, чтобы это работало. И я принял решение. Бог-то мной. И остановился там. И говорю, бабушки. Вы не против, а не все мусульмане. Я подскажу и говорю, здравствуйте. Я верующий во Всевышнего. Так хитро сказал. Вы верите во Всевышнего? Она верит. Вы не против, если я помолю Всевышнего? Ну, я не называл Аллах, там, или просто Всевышний. Потому что как бы все Всевышние. Понятие одно. Вы не против, если я помолю Всевышнего до вашего внука, я понял? Чтобы Всевышний целил вашего внука. Она такая. Да я не знаю. Ну, помолись. Я мальчику говорю, давай я помолю Всевышнего. Ты же веришь, Всевышнего? Он говорит, верю. Я ввожу руку на ногу и говорю, Всевышний, ты так сильно любишь людей, что ты послал своего сына Иса ради всех. И во имя сына Иса. Он говорит, что все нормально. Что-то было. И, друзья, вокруг полиция. Все стоят и смотрят. А нас там мало терминалей. Там нет уступления людей. Только мы группа нас уступили. И все. И нас прямо перед глазами. И люди начали. А помолите за нас. А помолите за нас. И меня тут понесло. И я уже не Иса, а Иисус Святого Воскресенья. И я молюсь, я начинаю освобождаться, исцеляться. И я слава Богу. И я вдруг очнулся, знаете. То я уже в Казахстане. И я такой раз смотрю по сторонам. А они стоят вот так вот. И все как копано. И ничего. Вот так вот заморозил. И я такой. И все. И я тогда реально у меня пока не заработаю. А в Израиле ты тоже молился, что тебя не пустил? В Израиле ты тоже молился, что тебя не пустил? Да, в Израиле. В Израиле я тоже молился. Да, людей. В Израиле. Ну, в Израиле там немножко было все по-другому. И я вам так скажу, там тоже элемент, я использую Сайя 53-ю глагу. Да, я просто свидетельствую людям на основании Торы. И я вам скажу, ну, многие понимают. Да, я не знаю, там без суть. Я еще раз знаю. Но они не придают этому значения. Они не живут это, потому что понимание это, ну, как вам такое, миф, 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 ну, вот там, был, был, ну, что это такое, ну, был, вот, закон Тора, Моисея, ну, был, ну, был пророк, был и этот пророк, ну, вот так. О том, что Иисус решил, я реально живой, то они не придают значения, хотя он знает, они практически все знают, что он умер в острие, все это, все эти истории знают. Поэтому, друзья, я вам честно скажу, что мы недооцениваем на реальности того, что происходит вокруг нас. Очень недооцениваем. И поэтому мы проигрываем верь. Мы не раскрываем. Знаете, в чем проигрыш нашей веры? Не в том, что там сатана какой-то там большой, ужасный. Нет. Мы не раскрываем все тех преимуществ, которые мы обладаем во Христе. Мы не живем этим преимуществом. Вот, представьте себе, что я вам говорил вчера, вот вы приехали в другую страну. Вот, вы приехали жить в другую страну. И вам рассказывали, что в этой стране мед и молоко и так далее, все хорошо, лучше жить. И вот вы приехали. И когда вы приехали, вам кажется, что сейчас встречаются с оркестром, с баяном, со скрипкой, и бутербродом. И все. И у вас тут все есть. И квартира, и машина, и работа. И все у вас, все открыто. Нет, друзья. Ты когда попадаешь в другую страну, первое, что ты делаешь, ты изучаешь язык этой страны. Так же, как ты вошел в царство небесное, ты начинаешь изучать принципы веры, хождение царства. Поскольку это царство невидимое царство. И связь между видимым и невидимым происходит не через эти органы в чуме, а через органы духа. Но для этого надо развивать органы духа. Аминь. Развивать. Они у тебя есть, дух есть. Но он у нас, знаете, как спящий состоял. И вот вдруг Иисус вошел, все разбудил, и теперь ты должен развивать чувствование духовное для того, чтобы использовать все преимущества. Ты начинаешь изучать язык этой страны. Ты начинаешь изучать язык веры. После этого ты узнаешь все преимущества, которые есть в этой мероприятии, в этой стране. А после этого, после этого, ты начинаешь коммуникабельность, связь, общение. Вот в любой стране общения. Даже в любой стране первое, что ты узнаешь, где магазин, где купить хлеб. Ты же не приедешь, шановный, где тут у вас хлеб. Я не очень в воде, но где у вас тут батон горчичный. Он говорит, что? Ну, это. Ты ему показываешь. И ты же, что делать? Я говорю, что? No, no. Sorry, sorry. No, no. Пекин. Не понимай. Один темп. И ты что? И ты без хлеба. Понимаете? Поэтому так же, друзья, Тарта Неберка. В том, что вы приняли Христа, это первый шаг. Вы вошли в Тарта Неберка. А теперь вам нужно изучать территорию, в которую вы вошли, извлекая все преимущества. И когда вы у них узнаете, начнете в них жить и практиковать, то тогда вы будете победителями. И тогда спасение, которое обещано, начнет открываться и проявляться все больше и больше. Аминь. Иисус, когда был на земле, Он демонстрировал природу Тарта Неберка во всех отношениях, что люди были накормлены, напоены, исцелены и даже воскрешены. Понимаете? Во всех сферах. Но мы, будучи находя Тартом Неберком, мы продолжаем жить сознанием этого мира, мышлением этого мира. То же самое, что если бы ты приехал в Германию, а жил бы по законам Украины. Ну, конечно же, ты бы проиграл, ты не излег бы преимущества. Ты даже не узнал, что, оказывается, тебе могут дать квартиру. Просто так. Просто как социальная помощь. Социальная помощь в размере, по-моему, 600-800 евро. Уметь. Пока ты не полгода не найдешься работы. А люди могут жить и не знают. И думают, где же мне деньги у тебя? Где же мне нести в работе, чтобы работать? А ну вот, пока ты не найдешься достойной работы. Поэтому, друзья, так же Царство Неберка. Я говорю, что есть две веры. Пассивная и активная. Пассивная и активная. И там и подразумевается и ожидается, что у тебя будет активная вера. Аминь. Иисус сказал в Марке 16 главе своим ученикам перед Воднешением. Он сказал, идите до края земли и свидетельствуйте, учите. Крестите людей, поздравите меня, погрузите в понимание Царства Божьего. И все, кто примет вас и уверует, спасем будет. А кто не примет, осущен будет. Чем? Чем фактам? Ну не Бог, друзья. Ну, думаю, ах, если ты не покаялся, все, Бог тебя наказал. Нет. Ну, одни все, значит, осущен. Вот представьте себе, что я вам прихожу и рассказываю. Представьте себе, у вас проблемы с деньгами. Большая проблема с деньгами. Вы не знаете, где день. Вы идете, подметаете дворы. Вы не знаете, как заработать. И я прихожу, к примеру, и рассказываю. Ты знаешь, оставь свое дело вот это. И я тебе покажу, как лучше, когда короткое время заработать намного больше, чем ты занимаешься. И человек, если скажет, ой, нет, 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 это ерунда, все, это не надо, лучше я буду метить дворы. Ну и метить дворы, запятки пеют. Он будет осуществлять чем? Своим интеллектом он останется при том, что он есть. И более того, в атихийском мере давление настолько возрастает, что дьявол пытается убить людей. И люди таки остаются со своими болезнями, остаются со своими проблемами, трудностями и так далее, и так далее. Или же те люди, которые примут и уверуют, и спасены будут, извлечены, переведены эволюционно, эволюцией. Аминь. Эволюция. Эволюция во всех отношениях. Рост во всех отношениях. Душевная эволюция, эмоциональная эволюция, физическая эволюция, интеллектуальная эволюция. Аминь. Аминь. Но как она происходит, эта эволюция? Не потому, что ты пришел, Господи, вот я, все, давай у меня, все делай со мной, давай мне то-то, то-то, все. Да-да-да, все есть, уже готово. И я уже это дал. Это уже дойдет. Это дал. Иди забери веры. Как? И поэтому Иисус сказал, что у верующих будут сопровождать, то провождают.